здравствуйте друзья в эфире а в комфорт сегодня мы рассмотрим очень любопытное устройство от компании примары которая призвана оснастить хай-фай систему функциями стриминга и другим сетевым функционалом при этом сохранив бюджет от непомерных трат бренд примары был основан в 80-х годах прошлого века с тех пор они уже неоднократно доказывали свой талант в построении звуковоспроизводящей аппаратуры с приходом цифровой эпохи примары не могли остаться в стороне и также начали оснащать свои устройства цифровыми модулями под названием призма с каждым годом совершенствуя функционал своих компонентов шведы также не забывали о дизайне он выполнен в классическом скандинавском стиле np5 призма является отдельным компонентом в модельном ряду примары и занимает нишу сетевых транспортов так что сразу нужно учесть что для использования np5 в вашей системе должен быть цап или другое устройство цифровыми входами которое позволит вам обработать цифровой сигнал габариты np5 весьма скромные и явно не предусмотрены для размещения в стойке с остальной аудиоаппаратурой но в этом есть и плюс можно уложить его в укромное местечко подальше от глаз так как n5 не имеет никаких органов управления на корпусе весь функционал доступен через фирменное приложение примары призма но пока что вернемся к внешнему виду небольшая черная коробочка имеет ширину 143 миллиметра глубину 125 и высоту 36 миллиметров и больше напоминает какую-нибудь тв приставку нежели чем хай-фай компонент но не будем делать поспешных выводов зная темперамент примары от этого устройства можно ожидать чего угодно такие небольшие габариты обусловлены тем что примары np5 это по сути тот же самый модуль призма который шведы предлагают устанавливать свои полноформатные устройства теперь призма заимела и свой корпус и стала доступна не только для пользователей аудиотехники примары передняя панель в силу своей миниатюрности абсолютно чисто так как и боковые панели на верхней панели есть три маленьких светодиода первый показывает подключен ли в данный момент np5 к сети питания второй сигнализирует о том в каком состоянии находится взаимодействие с сетью интернет а третий огонек загорается когда этот стример занят воспроизведением музыки здесь же на верхней панели разместился и логотип бренда а вот задняя панель буквально усеяна разъемами их здесь на любой вкус много места занимает управляющая шина rs232 она нужна для коммутации np5 к тем устройством примары которые не получили возможность апгрейда с помощью модулей дальше видим lan порт для подключения к интернет ну и вай фай здесь тоже имеется это вы обнаружите в процессе первоначальной настройки порт usb здесь только для подключения внешних накопителей и флешек отдавать цифровой сигнал его не научили вместо этого есть один оптический и один коаксиальные выходы вот они уж точно отдадут цифровой сигнал никуда не денутся рядом расположился разъем для подключения блока питания в принципе на это можно и остановиться в описании внешности и перейти к практической части подключением п5 системе прошло гладко и быстро приложение примары призма в нужный момент подсказывает нам что делать и куда нажать это очень важный момент грамотная реализация приложения так как по большому счету только через него и проходит взаимодействие с mp5 нашем случае об этом можно не переживать разберется любой человек даже далекий от цифровой темы но знание английского хотя бы на примитивном уровне пригодится так как приложение не имеет другого языка кроме английского после того как mp5 получает доступ к сети интернет пользователю становятся доступны все преимущества потокового стримера есть поддержка spotify connect chromecast и airplay 2 также mp5 видит ваши локальные серверы с музыкой если они конечно у вас есть а для использования тайдл и других стриминговых сервисов можно использовать любой сторонний плеер который поддерживает воспроизведение по протоколу upnp к примеру тот же m connect в этом случае качество звука получится заметно лучше нежели через chromecast настроек приложение немного и в принципе туда вообще можно не заглядывать разве что для того чтобы отключить цифровую регулировку громкости если она вам не нужна разрешение файлов который способен проиграть нп5 ограничивается dsd 128 и pc m24 192 теперь поговорим о звуке что может предложить это небольшая коробочка меломаном эффект был весьма неожиданным когда примаре np5 после подключения к цапу выдал вполне взрослое и осязаемое звучание которое отлично вписывается философию примары реально я не ожидал что эта маленькая коробочка способна на такой звук первое на что обращаешь внимание это отличная детальность по всем диапазонам средние частоты очень точно отрисованы ни один нюанс не скроется от уха слушателя вокал ясен с точным позиционированием и по глубине и по высоте картинка получается реалистично трехмерной и сохраняет каплю музыкальной текучести верха можно оценить по этим же параметрам очень детально и ясно если ваш сетап нуждается в приятной искорки np5 вам ее подарит вас получился упругим и пробивным классно держит ритм в любом жанре и в джазе тоже слышится очень уместным несмотря на определенную строгость по общей манере np5 походит на типичного скандинава сдержан но в то же время может иногда вспылить эмоциями и экспрессии такой себе универсальный боец который за вполне приемлемые деньги способен победить кучу соперников если сравнивать оптические и коаксиальные выходы вам же наверняка интересно где звук лучше коаксиальный оказался более сбалансированным по тональности оптика показала чуть больше яркости на высоких частотах и легкое упрощение баса но он остался таким же хлестким но чуть потерял в текстурах primar np5 также способен показать разницу в источниках файлов флаги с локального сервера звучать воздушнее и более открыто чем треки со стриминговых сервисов конечно разница не очень большая но она есть целом primar честно говоря удивили один за другим у них выходили полноразмерные компоненты под все сорта аудиофилий когда я увидел np5 на рекламных брошюрах у меня в мыслях не было что он такого маленького размера когда же пришлось увидеть его в живую радость сменилась расстройством разве в таком корпусе может что-то звучать но я забыл учесть что primar не первый год выпускает и модернизирует модуль призма и давно набили руку на организации подобного функционала в компактные размеры дело оставалось за малым распределить питание и смастерить корпус по итогам получилось просто супер коробочка и звука туда положили прям очень много реально это сильный конкурент для большинства стримеров не только в этом бюджете если вашей системе есть цап но еще нет стримера это супер вариант primar np5 призма в салоне а в комфорт подписывайтесь на канал ставьте лайк и не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео всем пока